Жанна Александровна, Елена Митман, телекомпания МИК. Наверняка вы отслеживаете всю информацию, которая проявляется ежедневно и в интернет, и в изданиях, и в телевидении. Как вы считаете, насколько эффективны эти публикации? Ну, во-первых, пользуясь случаем, мне хочется выразить искренние слова соболезнования семье погибшей и от нашей семьи. И я хочу сказать, что мы сделаем все возможное, чтобы поддерживать детей, потерявших маму. Я очень благодарна родственникам за то милосердие, которое они проявили именно к моей семье. Они поняли, в общем-то, ту ситуацию, которая есть, и меня поддержали морально, как мама, которая попала тоже в сложную ситуацию. По объективности информации, которая поступает в сетях, на форумах и прочее, я хочу сказать, что очень много необъективной информации, потому что, если информация, которая касается ДТП, то в настоящее время ведется расследование, и все материалы находятся как раз на у следователей. Я с материалами дела лично не ознакомлена, и я думаю, что это как раз тайна следствия. И говорить о том, что уже есть, и то, что есть, безусловно, это, во-первых, неправильно, некорректно, и, наверное, очень непорядочно со стороны тех жителей, которые пишут эту информацию, тем самым распространяя то, чего бы не хотелось слышать в это тяжелое, в общем-то, время для моей конкретно семьи и семьи пострадавших. Но хочу сказать, я проверну эту информацию, которая в некоторых, в общем-то, публикациях была, что сын скрылся с места происшествия. Это неправда, он находился на месте происшествия с самого начала, он доставлял пострадавшую в приемный покой, и он первый узнал, что, к сожалению, она скончалась. Поэтому вот те информации, которые, в общем-то, публикуются, очень много ложной информации. Кроме этого, если не рассматривать информацию по ДТП, очень много информации стало появляться в прессе по моей служебной деятельности. То, что действительно не соответствует фактам действительности, и, ну, в общем-то, это клевета и прочее. Я намерена по данным фактам обращаться в правоохранительные органы, защищать свою честь, достоинство и подтверждать то, что на самом деле это не так. Заявление мною будет написано о привлечении к уголовной ответственности тех товарищей, которые, в общем-то, поручат мою честь. Кроме этого, вчера в средствах массовой информации по каналу «Россия-1» прошел репортаж и по ДТП, где тоже даны были, к сожалению, уже какие-то там результаты, хотя результатов этих еще никто не опубликовал, и расследование еще не проведено. И была порочащая, опять же, честь мою. Мы подготовили официально, потому что там шла информация по какому-то уличению моему в непонятном деле, по хищению денежных средств, что на самом деле действительности не соответствует. Никакого отношения я к данной компании не имею, сын никогда там не работал, и вообще в частных организациях члены моей семьи никогда не работали. Поэтому, безусловно, я намерена защищать свою честь, достоинство и, в общем-то, продолжать бороться за свое личное пространство. Я этого не позволю. На самом деле, конечно, очень страшное ДТП, и сын очень сожалеет о случившемся. Он был в хороших отношениях с женщиной, которая пострадала, и, в общем-то, никто не собирается уходить ни от какой ответственности. То, что пишут в средствах массовой информации, а сын, наоборот, он даже на себя принимал то, что на самом деле не было. Но это, опять же, я повторюсь, следствие. Мне не хочется сегодня комментировать как раз вот те факты, которые будут рассматриваны у следователя. Кроме этого, сын находится под административным арестом на 15 суток, и общения, как такового, у нас с ним нет. Поднимаемся, кстати, Анжиуса. Вот, Анжиус, очень маленький. Война устремляет за мной неинозно. Жанна Александровна, почему вы сразу вышли в колесе, может быть, тебе такой шаг позволил бы избежать такой полный реакции общества? Ну, начнем с того, что у нас случается каждый день множество дорожно-транспортных происшествий, и это касается личной жизни каждого, да, в том числе и моей. Вышла к прессе я сегодня как глава администрации и как мама, безусловно, потому что на самом деле уже стало слишком много той информации, которая негативно отражается на моей личной жизни и на моей служебной деятельности. Я думаю, что нормальный человек может меня понять. Во-первых, ко мне никто не подходил с комментариями, для того, чтобы я дала комментарии. Во-вторых, в ту ситуацию, в которую попала наша семья и я лично, безусловно, здесь душевное состояние и травма, ту, которую необходимо, наверное, будет переживать всю нашу жизнь. Жанна Александровна, Денис Ручкин, новости нашего Благодаря. Вы уже затронули эту тему. Насколько серьезными могут быть последствия для вашей служебной деятельности? Как Вы оцениваете? Я думаю, что дорожно-транспортное происшествие не может иметь отношение к служебной моей деятельности, потому что в любом случае каждый взрослый человек отвечает в соответствии с законом. Расследование и наказание будет выносить суд. И принимать вину, ровным счетом, будет тот, кто действительно будет отвечать по закону. Что касается моей служебной деятельности, то я думаю, что данное происшествие не может повлиять на мою служебную деятельность. Я при любых результатах судебного разбирательства буду работать так же, как и работала, на благо города, честно, открыто и добросовестно, как я это делала до этого случая. У Вас в ближайшее время состоится разговор с губернатором. Будет эта тема обсуждаться? Как Вы оцениваете? Ну, я думаю, что безусловно будет, и эта тема обсуждается не только с губернатором. Каждый нормальный человек, наверное, не может пройти мимо этой темы, потому что эта тема затронута действительно трагедией и проблемой личного характера. И я думаю, что каждый участный человек, небезразличный к судьбе своего подчиненного, он, безусловно, поднимет эту тему. Но официально, я еще раз повторюсь, что официально это будут материалы расследования, материалы следствия. Вмешиваться в материалы дела я не собираюсь. Во-первых, мне не позволит закон. Во-вторых, моя совесть. Ну, и в-третьих, мне не хочется. Я верю в то, что суд у нас все-таки примет правильное решение. И в справедливость суда я верю. Еще вот короткий буквально вопрос. В ближайшее время, в связи с тем, что личная жизнь так заклеснула, не планируете отпуск? Нет, я не планирую отпуск. И я продолжаю свою служебную деятельность в том рабочем порядке и плановом, который у меня было. Жанна Александровна, что делала с вашим параллельным и красивым? С первого дня мы встретились с родственниками погибших. И я еще раз повторюсь, что я очень благодарна этим людям за милосердие. Потому что в той ситуации, в которой оказались они, это надо было иметь мудрость, силу и благоразумие. Эти люди даже морально поддержали меня и сына. И с сыном тоже произошла встреча с родителями. Я очень благодарна им за это, потому что они очень понимающие отнеслись к данной ситуации. С их согласия всю организацию похорон мы взяли на себя. И в дальнейшем мы собираемся продолжить оказывать помощь, поддержку детям, потерявших маму. Сейчас, подождите. Ой, простите, пожалуйста, я не думала, что... Сейчас одну минутку звонит как раз мама. Я прошу прощения, а сейчас минутку подожди. Лидия Аркадьевна, добрый день. Я просто сейчас даю интервью. Можно перезвонить вам? Хорошо. Лидия Аркадьевна, вот находится здесь средство массовой информации. Ну, так как вы позвонили, наверное, сам Бог это расположил. Очень много слухов, и я приняла решение дать все-таки комментарий по данному случаю. Можем были это, сначала говорю, давай спеши что-нибудь. А потом позвонили Коле, он говорит, успокойтесь, это вас просто провоцирует. Там все переврали, все переиздамы. Хотя бы, я говорю, если бы хотя бы хоть немножко подумали. Не то место, не те вообще... Ну, вообще это же... Вы говорите, если бы я грузил ее, или автоматик вы застрелили, то он, кто написал. Я сегодня с Гитриной сделала, просто попрошусь к нему, друзья, и открываю вас страничку, если вам это так. Он в фашистующей организации, они вот в таких формах, они тут вообще не знают. Это специальные доказательства для движения вас. Лидия Аркадьевна, я прошу прощения, я включила на громкую связь, здесь и прокуратура, и милиция, и все слушали. Я просто, ну, как к тому, что, потому что был один из вопросов, как родственники отнеслись к данной ситуации. Я... Можно вот это, вот эта ваша запись, ну, может быть, не все, но что-то будет вот в комментариях. Можно? Хорошо. Спасибо большое. Я вам перезвоню, хорошо, немножко попозже. Я все как-то перебрала, полностью все, я перезвоню. Угу. Спасибо, спасибо большое. Извините, пожалуйста... Я буду подъедать с вами и с вами, я не подскажу. Хорошо, я тогда с вашего разрешения с вами созвонюсь и, может быть, пару корреспондентов возьму, хорошо? Хорошо. Спасибо большое. Спасибо большое. До связи, всего доброго. Ну вот, как не для записи, вот у меня такие взаимоотношения с мамой и с папой. То есть... Не все было разборчиво. Ну, она сказала, что вы можете подъехать к ним, и она все скажет. Она готова дать комментарий. Она готова была дать комментарий даже в день похорон. Но я сказала, давайте не будем, давайте мы уже нормально, спокойно похороним, и потом будем говорить. Поэтому все не так, как происходит на самом деле, да, то есть очень много ложной информации. И я хочу сказать, что, скорее всего, провоцируют данную ситуацию, используют, вернее, данную ситуацию те, кому я мешаю в городе работать, те, кому я мешаю воровать бюджетные денежные средства. Потому что с момента моей деятельности было, в общем-то, очень много различных ситуаций. Готова дальше отвечать. Жанна Александровна, повторюсь на вопрос. И к заднему, как это было, выходит информация о том, что достаточно большая сумма денег выплачена семье погибших в качестве компенсации. Скажите, правда это или нет? Мы пока не выплачивали абсолютно ничего. В настоящее время мы занимались организацией похорон, а все дальнейшие действия с нашей стороны, они будут, в общем-то, обсуждены с родителями. Но я хочу сказать, что детей, которые потеряли маму, мы не оставим, и мы будем постоянно их поддерживать. Я встречалась, кстати, с девочкой, девочке 13 лет, мы общались и с девочкой, и с папами детей. Поэтому, безусловно, ситуация очень сложная, но я, и я, и моя семья, и сын, в общем-то, мы имеем совесть человеческую. И, безусловно, эту ситуацию просто-напросто мимо себя не пропустим, потому что эти дети для меня стали уже родными. Я сама даю ответы на своем форуме, и мы общаемся по... Социальным сетям, да, и очень много сообщений поступает тоже в мой адрес. Я веду переписку с людьми, то есть я не скрываюсь, я как была открыта и перед обществом, и перед своей совестью, я такой и остаюсь. Хочется сказать, что, безусловно, на мой взгляд, вот та вторая часть, которая осуждающаяся и оскорбляет и меня, и сына, это как раз вот те, о которых я говорила, те, кому я мешаю. Потому что в данной ситуации, я думаю, что все-таки милосердие — это самое главное. И если брать вот родителей пострадавших, то я думаю, что это как раз те люди, которые могли бы на самом деле предъявлять претензии и оскорблять, и им бы это было позволено. Но это очень мудрые люди, я им очень благодарна за то, что они очень внимательно и понимающие отнеслись к данной ситуации, к данной трагедии нашей семьи. Спасибо. 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 Михаил Владимирович. Вы оговорились о том, что в некоторых публикациях якобы присутствуют ложные сведения. Речь идет о журналистских материалах или вы имеете ввиду комментарии пользователей, которые оставляют в социальных сетях? То есть в данном случае вы упрекаете журналистов в непрофессионализме и в искажении информации или речь идет о том, что простые пользователи сети интернет, комментируя предлагают версии, которые не соответствуют действительности? Я никого не могу упрекать, поскольку нужно проверить еще, кто эту информацию дал и от кого она действительно появилась в социальных сетях, в интернете, не имея в виду именно комментарии граждан, а скорее именно публикации, которые позволили себе использовать в форме прямой речи и так далее, какие-то якобы объяснения очевидцев тех же самых. При том, что следствию очевидцы все известны и они допрошены. И то, например, обстоятельство, что подозреваемый скрылся с места происшествия, оно не подтверждается материалами уголовного дела, при том, что уголовное дело находится на контроле с первых дней. И это не связано, что уголовное дело возбуждено было в отношении сына главы администрации. То есть здесь никакой предвзятости к этому уголовному делу нет и никаких звонков, ничего, то есть не имелось. А средства массовой информации, например, сайт УРА.РУ представляет информацию о том, что я не хочу ее комментировать лично, эту информацию, но она не подтверждена. Спасибо. Ну, кроме этого, не знаю, для записи или нет, просто там же тоже была информация по поводу стоимости автомобилей моих детей и стоимости мотоцикла. Я хочу сказать, что сын купил мотоцикл порядка стоимости 300 тысяч рублей, этот мотоцикл БУ, никаких двух миллионов, даже там и речи не было. Он купил их за счет кредитных средств. У второго сына автомобиль, пусть он и, может быть, марки хорошие, но это тоже автомобиль БУ, и он стоит не дороже тех автомобилей, которые стоят у нас, в общем-то, во дворе у наших соседей. И родители которых работают не главой администрации, а родители работают в обыкновенных бюджетных организациях. То есть это тоже, в общем-то, ложная информация, которая для кого-то нужна для того, чтобы опорочить честь главы администрации и уличить меня, в общем-то, в непорядочности и так далее. То есть очень много информации, той, которую можно проверить, но она абсолютно не подтверждена и сработана как раз на факт того, чтобы людей ввести в заблуждение. Ну, без пресса, если какие-то вопросы интересуют, я имею в виду без камер, я могу вам ответить. Скажите, как он вышел в социальную сеть? Кто? Вчера появилось сообщение, якобы он общался... Взломали его, у него не был закрыт... Конечно, да. И, во-первых, взломали его страницу, во-вторых, взяли оттуда фотографии и ведут переписку с его друзьями. И ко мне на сайт выходят его друзья и говорят, Жанна Александровна, скажите Саше, пусть он не ведет переписку с таким-то, таким-то, потому что то-то, то-то. Я отвечаю, Саша не может вести переписку, потому что он без телефона, он находится под следствием. У него административный арест. И мы с младшим сыном вчера, в общем-то, пытались закрыть контакт. Не знаю, получилось это или нет, но просто взломана страница. И фотографии в том же УРАРу появились с страницей контакта. Это тоже говорит о непорядочности людей. И в конце концов, если брать, например, ДТП, у нас происходят сотни ДТП. У нас такие случаи происходят, к сожалению. То есть оно абсолютно не связано ни с деятельностью родителей, ни с деятельностью того же сына. И дети никогда не работали в частных компаниях. И то, что пишут, и откуда это взято, но я говорю, я делаю для себя вывод, что я просто мешаю в городе воровать бюджетное средство тем, кому это было раньше позволено. Это моя вот позиция такая. Что касается родителей, ну вот мы сейчас договоримся, мы с вами проедем. С первого дня, когда это произошло, я связалась... Во-первых, сын просил. Он очень сильно просил. С момента происшествия, когда произошло, он мне перезвонил. Он сказал, что она умерла. И просил, мама, встреть, пожалуйста, детей. Дети прилетают в 5 часов вечера. Я говорю, я же не знаю, как выглядят дети. Он мне подсказывает, там парень знает этих детей. То есть он переживал уже в тот момент. И он знал о том, что прилетают дети. Я связалась с... Мы нашли по контактам родителей детей, то есть отцов. И я держала связь с отцами, еще бабушка с дедушкой не приехали. Я нашла телефон родителей. Мы связались, когда они были в Москве. Они приехали сюда, и через 10 минут я уже была у них. Мы с ними общались. Я говорю, я очень благодарна этим мудрым родителям, потому что на самом деле так поступить, как они, могут только мудрые, умные люди. И их дочь, она... Ну, я думаю, что мама расскажет, но просто так опять для всех, потому что на самом деле мы все живые люди, и не дай бог кому-то столкнуться в такой ситуации. Мама сказала с отцом, что дочка выходила с ними по скайпу, и она очень хвалила... Две недели она познакомилась была как с сыном. Она очень хвалила сына, сказала, что познакомилась с молодым, хорошим человеком. И она маме хвасталась о том, что у них складывается нормальное взаимоотношение. И мама Сашу знала уже по дочкиным вот этим всем представлениям. Что касается, например, я очень благодарна тоже зятьям их, потому что они меня представили родителям, еще не знавши, что я порядочный человек, что работаю в городе, и они меня уже восприняли как нормального человека, нормальной семьи. Не так, как вот воспринимают жители, которые пишут и терзают на части, душу ту, которую, по сути дела, надо было бы пожалеть, потому что на самом деле мы все живые люди. И с такой ситуацией может столкнуться каждый. И в такой ситуации милосердие, на мой взгляд, это самая главная вещь, которая должна присутствовать у каждого. И когда с родителями мы пообщались, и я спросила разрешение у них, потому что у сына должен был быть суд в 12 часов, я спросила разрешение, чтобы сын с ними встретился. И они сказали, да, конечно. И сын пришел к ним, он у них просил прощения, они его даже успокаивали. Я просто была поражена этой ситуацией. То есть люди, которые потеряли ребенка, они его успокаивали, сказали, да мы же понимаем, что это не специально произошло, мы же понимаем, что это к стечению обстоятельств. То есть на самом деле я им очень благодарна, очень благодарна, потому что для меня важнее. Мне вот на сегодняшний день не важно, как меня терзают. Безусловно, я за свою честь, я поборюсь, потому что на самом деле я не позволю оскорблять себя, я этого недостойна. Но для меня важнее отношение тех людей, с которыми нас столкнула судьба. Для меня вот это намного важнее, и я очень благодарна Богу за это. Эти люди показали действительно, ну, наверное, пример, как себя надо вести в той ситуации, и для меня это тоже будет урок. Понятно, что бесследная трагедия – это однозначно, какое бы решение ни принял суд, это до конца жизни и у сына, и у меня, и вся моя семья это будет переживать. И дети, эти дети станут моими родными. Материалы находятся, экспертиз у следователя. Я не могу ничего говорить, потому что я не была на месте происшествия. Я не знаю. Когда сын звонил, я не слышала, что он был пьян. Я этого не слышала. Этим занимается следствие, и я думаю, что следствие просто-напросто потом уже скажет всю информацию, которая была. Он взрослый человек, и взрослый человек, к сожалению, мы жили отдельно. Я не знаю, что там было и как было. Тем более, что на тот момент я вообще в городе отсутствовала. Иди в кем будет. Продолжение следует...